Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как легко, быстро и просто оформить вот такую красивую бутылочку шампанского. Можно с собой взять как в гости едят, так и на подарок оформить, так и просто к своему новогоднему столу. Конечно же, кому понравилось, лайкайте и давайте приступим к работе. Так как я достаточно часто вяжу из акриловой пряжи детские вещи, то у меня подсобиралось большое количество разноцветной пряжи именно ланос-саминти. Здесь 315 метров 100 граммов. И вот я использовала три цвета. Это белый основной для сливовика и два цвета более подходящие друг к другу. Это голубой и синий. Можете использовать три любых цвета. Единственное, что основной, конечно же, оставляете белый. И два цвета, которые красиво подходят друг к другу, то есть ложатся и гармонично взаимосмотрятся. Конечно же, лучше всего брать эту пряжу одинаковую по толщине или максимально приближенную, для того, чтобы вам не приходилось, скажем, подбирать убавление либо прибавление делать. А если вы свяжете ровно, то у вас так и получится ровно. Я вязала двумя узорами. Это лицевая гладь и платочная вязка. Если вы умеете их вязать, то, соответственно, особого труда у вас не составит вязать вот такой чехольчик. Для того, чтобы нам начать вязание, непосредственно нужно сделать самые простые расчеты. Это нам нужно знать окружность по сантиметрам бутылочки. Далее высота, по которую вы хотите связать ваше изделие. То есть я брала от дна самого-самого начала вязания до высокой части горловинки. То есть вот сюда буквально, как идет на сужение горлышко. Вы же можете, если, к примеру, это бутылочка не шампанского вина или еще что-то, то есть померить по какую длину максимально вы хотите сделать ваше изделие чехольчик, либо же просто примеряете на бутылочку по ходу вязания. У меня это должно быть изделие от донышка части, то есть внутренней, до самой высокой части. Это 18,5 сантиметров. Общая высота бутылки у меня 31 сантиметр и окружность 26 сантиметра. Вот исходя из таких мерок я и буду вязать. Также, конечно, нам нужно знать плотность вязания. Ниточки разные, плотность вязания разная, спицы разные. Вот я взяла свои спицы, это номер 3. Я вязала чулочными по кругу без шва. Вот. И взяла, связала просто лицевой гладью небольшой образец. Измерила, сколько у меня в 10 сантиметрах петелек. У меня получилось слегка при растянутом состоянии, слегка вот так вот при растянутом 20 петелек. То есть в одном сантиметре у меня 2 петли. Вот я и пишу плотность вязания моего. В одном сантиметре 2 петли. Далее беру окружность бутылки 26. Умножаю на количество петель в одном сантиметре. В данном случае у меня 2 петли. Это получается 52. То есть 52 петли у нас должно получиться по окружности 26 сантиметров. Вот отталкиваясь от этого числа, нам нужно и делать расширение на донышке до числа 52 петли. То есть самая широкая часть, которая потом будет вязаться полностью на всю длину. Для того, чтобы набрать петли для донышка, нам нужно определиться, сколько же рядочков мы будем делать прибавления. Я всегда прибавляю где-то 3 ряда в среднем. То есть смотрите, беру число, конечно же приблизительно пополам делю вот это изначальное, которое мне нужно. Скажем, получить вот здесь вот в самой широкой части делю пополам. Но если мы сейчас 52 поделим пополам, 26, то оно, скажем, ну будет такое вот, скажем, я бы сказала, не очень точное число для того, чтобы делать прибавление. Я всегда опираюсь на число 12, то есть чтобы четко делилось изначальное набранное вот здесь число петель на 12. В данном случае, если я возьму приближенное число к 26, это 24, два раза делится на 12. Затем сделаю один ряд прибавления из 12 петелек и второй ряд прибавления из 12 петелек. У меня получается 48 петель, но мне нужно, чтобы было 52. Поэтому я к 48 петлям добавляю в третьем ряду прибавления оставшееся число, которое нам нужно до общего количества петелек, то есть 4. 3 ряда мне нужно сделать прибавление на донышке для того, чтобы выйти на нужную мне ширину. Возможно, у вас свое число, количество петелек, но я рекомендую использовать все-таки число 24. Два раза добавлять два ряда по 12. И которое число вам нужно, к примеру, у вас 54, а не 52, то здесь у вас будет число 6. И исходя из этого, такой вот простой, скажем так, расчетной формулы, мы будем вязать наш чехол. Теперь смотрите, начиная с первого ряда, мы набираем количество петель, которые мы уже определились. Это 24 петли. Если вы замыкаете в круг просто по спирали, то набираете 24 петли. Если же вы замыкаете в круг вязание плюс 1 петля, то есть для того, чтобы сделать непрерывное замыкание, то, конечно же, здесь набираете еще одну лишнюю петлю, которую будете замыкать в круг. Я очень часто в своих мастер-классах показываю такой способ, и тогда у нас кружочек получается без перепадов. Посмотрите. Плюс, если вы здесь не будете, скажем так, стягивать кружочек, как я, то вяжете, ориентируясь на мое вязание. Если же вы здесь стянете кружочек, то к общей высоте вам нужно будет добавить пару рядочков, так как стягивание у нас уберет высоту. Теперь набрали 24 петли, и если это у вас поворотная вязание, то набираете плюс 2 кромочные петли. Если же у вас круговое вязание, то, соответственно, 24 петли. То есть в первом ряду у нас 24 петли лицевые. Вот первый ряд так и вяжем. 24 петли лицевые по кругу. Во втором ряду нам нужно сделать первое прибавление из 12 петель. Мы будем чередовать во втором ряду, вязать 1 лицевая, затем из каждой второй петли делать прибавление. То есть спускаетесь либо на ряд ниже вывязываете лицевую, либо же просто поднимаете перекрещенные промежутки между петельками и провязываете скрещенными петлями. Тут уже существует множество способов прибавления. Вы выбираете, который знаете, которым вам удобно делать. И в итоге у нас в конце ряда получится прибавлено 12 петель, соответственно, в итоге 36. Далее третий ряд. Вы эти 36 петель вяжете лицевыми. Далее в четвертом ряду снова второй ряд прибавления. То есть первый ряд мы сделали, добавили петли. Второй ряд теперь. Второй ряд мы будем чередовать. Две лицевые провязывать и с каждой третьей делать прибавление. То есть добавится 12 петель, соответственно, получится 48. В пятом ряду эти 48 петель мы вяжем лицевыми петлями. Далее в шестом ряду мы сделаем последний ряд прибавлений и добавим оставшееся количество петель, которое нам здесь нужно. Если это у меня 4, то я добавляю равномерно 4 петли. Если у вас 6 и более, то, соответственно, точно так же равномерно добавляете. Так как у нас 48 петель здесь, то я 48 делю на 4. И с каждой, получается, 12 петли мы будем вывязывать прибавление. То есть мы вяжем чередуя 11 лицевых и делаем прибавление. И у нас добавляются нужные оставшиеся 4 петли. В итоге мы выходим на число 52, которое нам нужно для окружности полностью вязания. Связав донышко, мы выходим на высоту. И вяжем высоту до самого шарфика. Для этого нам нужно с 7 ряда продолжать вязать, скажем так, количество рядочков, чтобы выйти на общую высоту. Если у вас точно такая же бутылочка, как у меня, 13 сантиметров. То есть от донышка до шарфика 13 сантиметров. Я знаю, что это у меня 39 рядочков. Поэтому с 7 по 46 ряд я буду вязать все 52 лицевые петли по спирали. 39 рядочков. Вот так. Далее, когда вышло на высоту 13 сантиметров, мы переходим на вязание шарфика. А шарфик это у нас платочная вязка, поэтому вяжем его, чередуя то лицевые петли ряд, то изнаночные петли, второй ряд. Далее третий ряд лицевой, лицевые петли, изнаночный ряд, изнаночные петли. Вот так чередуем 8 рядочков платочной вязкой. То есть с 47 ряда мы продолжаем вязать 8 рядочков платочной вязкой, то есть по 54 ряд. 8 рядочков платочной вязкой. Далее мы, связав линию шарфика, вот это у нас пришивная деталь, она у нас вяжется отдельно, поэтому связав вот эту ширину шарфика, переходим снова на лицевую владь белым цветом. Поэтому меняем обязательно перед шарфиком цвет на цвет шарфика и после шарфика цвет на основное вязание. Здесь мы отметим, что после 39 провязанных вот этих вот наших 13 сантиметров рядочков 39 мы меняем цвет. Далее связали шарфик, снова сменили цвет. И далее с 55 ряда мы должны связать 5 сантиметров лицевой гладью белого цвета. То есть 5 сантиметров это у меня 17 рядочков. То есть с 55 ряда по 71 мне нужно вязать лицевую владь. Снова лицевыми петлями по спирали 17 рядочков. Вот так я напишу себе 17 рядочков. И связав вот эти 5 сантиметров из 17 рядочков лицевой владь, мы снова меняем цвет на цвет посветлее. И будем вязать 10 рядочков платочной вязкой. То есть вот эту часть нашей шапочки. 10 рядочков платочной вязкой. Это то есть продолжаем с 72 ряда. Я буду вязать по 81, то есть 10 рядочков платочной вязкой. Платочной вязкой. Закончив вот здесь вот вязать платочную вязку лицевые петли, то есть изнаночные чередования рядочков. Снова меняем цвет на цвет, который потемнее, которым вязали шарки. И переходим на лицевую владь. То есть наши 52 петли, начиная с 82 ряда, мы продолжаем вязать просто лицевыми петлями. Вот здесь вот. Высота это в принципе, я вам скажу, где-то порядка 6 сантиметров. Можно чуть выше, чуть ниже. Здесь вы уже смотрите на итоговую высоту, которую вам нужно связать. И смотрите, сколько вы уже связали. То есть у меня здесь, допустим, связано, мне нужно всего 18 с половиной, к примеру. Здесь у меня если связано уже 10 с половиной, то соответственно нам еще нужно оставить вот эту вот часть, которая обвязывается, она полтора где-то сантиметра. То здесь вот я буду вязать порядка 6 сантиметров. 6 сантиметров я уже знаю, что это у меня 22 ряда. Соответственно я здесь буду вязать 22 ряда просто лицевой гладью. С 82 ряда по 103. Это просто лицевая гладь уже темным цветом, высота шапочки. И для того, чтобы закончить нам платочной вязкой вот здесь, чтобы у нас край не загинался. Если мы лицевыми свяжем, то у нас край будет вот такой вот отвернутый. А мне этого не хочется. Я его точно так же закончу платочной вязкой шириной шарфика. То есть как бы по идее здесь должно быть 8 рядочков, но я свяжу 7 рядочков и закончу вот этим изнаночным рядом полностью край. То есть я буду заканчивать параллельно провязывая изнаночные петли, делать закрытие края. По 103 ряд мы связали лицевыми петлями 22 ряда или по высоте это 6 сантиметров, где-то 6, может 6,5. И далее со 104 ряда начинаем. Я по 109 вяжу платочной вязкой. То есть 7 рядочков платочной вязкой, лицевые, изнаночные ряды, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. И на изнаночном это получается уже по счету 110 ряд. Вот так я напишу 110 ряд. Здесь у нас была платочная вязка 7 рядочков. Так, я уже пишу не знаю что. Платочная вязка 7 рядочков. А далее на 8 ряду платочной вязки, это 110 ряд, изнаночный ряд, я параллельно провязывая изнаночные петли, делаю закрытие петель. То есть все, я закрываю петли. Все свои 52 петли закрываю по кругу и у меня готовая основа. Теперь нам остается связать вот такие вот шнурочки. Это обычные воздушные петли крючком. Возьмите крючочек потоньше, для того, чтобы у вас получился такой вот веревочка, жгутик наш тоненький. И проденьте на 2-3 ряда ниже платочной вязки, обвязочного края. Вденьте шнурочек просто в непроизвольные петли, то есть по ряду ориентируясь, чтобы равномерно через 2-3 петли вот так вот проденьте, чтобы потом стянуть. Крепите на края помпончики, можете сделать кисточки, можете просто какие-то бусинки продеть на края, чтобы они были более ухоженные, красивые. И далее оформляете личико. Начинаем мы с глазок, глазки это может быть бусинки, может какие-то приклеенные полубусины. Оформляете носик, носик можно сделать как фетровый, как пуговичку. Возможно пуговичка в какой-то форме, то есть у меня это как вы видите парандашик, я почему-то не захотела морковку сюда делать. Вот, конечно же это какая-то может быть деревянная нашивочка в виде Деда Морозика, елочки, если это такая вот более как бы новогодняя тематика. И нам остается доделать вот этот шарфик. У вас получится вот такая полосочка. Нам нужно, чтобы эта полосочка превратилась в шарфик. Я беру изначальное количество петель по окружности, то есть 52 у меня петли, которые у нас были самая широкая часть, до которой мы делали прибавление, а затем вязали ровно. Вот, то есть 52 петли я наберу для шарфика. То есть шарф я пишу, 52 петли. Или же вот это число, которое у вас умножилось, окружность бутылки на количество петель. 52 петли набираю для шарфика и затем вяжу нужную мне ширину шарфика. То есть здесь, как вы помните, у нас было 8 рядочков. Но, если мы свяжем 8 рядочков, то у нас получится он шире. Поэтому я здесь буду вязать всего 7 рядочков и сделаю закрытие петель, параллельно провязывая ряд. Вяжу поворотными рядами теми же спицами, которыми вязала все полностью вязание, то есть спицами номер 3, но поворотными рядами, то есть не по спирали, а туда-обратно. Все время лицевыми петлями и на последнем ряду закрываю петельки, параллельно вывязывая. Затем делаю узелочек, можете по центру, можете чуть вбок, просто как бы делаю, завязываю и выворачиваю красивой стороной, просто пришиваю. По кругу у меня эта часть пришита, она связана отдельно и просто пришита. И затем оформляете пузико точно так же какими-нибудь пуговичками. Очень красиво мне понравилось смотрится, когда, допустим, вот эта обвязочная часть шапочки совпадает с цветом пуговичек. Можете с основным цветом, можете на полтона ниже, выше по цвету. Вот, и, конечно же, шарфик это 7 рядочков и закрытие на 7 ряду провязывания. То есть делаете ширину, завязываете, все оформляете, пришиваете, приклеиваете и меряете на бутылочку. Затем, одев на бутылочку, идете смело в гости с таким замечательным подарком своими руками. Я надеюсь, что у вас все получится. Здесь на самом деле очень простое вязание. И когда вы начнете вязать, ориентируясь на вот эти наши записи и мои объяснения, я надеюсь, что у вас все получится. Не забудьте лайкнуть для тех, кому понравилось. Всех наступающим Новым Годом. Ровных петелек вам. Пока-пока.